Это было бы смешно, если каждый десятый провал под лёд не оказывался бы смертельным. Сотни жизней ежегодно. Рыбаки на автомобилях, пешком и на лыжах пробуют на прочность осенние перволедия и уже разрыхлённые лучами весеннего солнца последний лёд. Но замёрзшие реки и озёра коварны и в середине зимы. Попав в воду, человек очень быстро может потерять сознание от переохлаждения, либо от утопления. Соответственно, спасатели не всегда могут своевременно оказать помощь. Свадьба едва не превратилась в похороны. Гость, отставший от процессии, провалился в реку. Хорошо, что жених с невестой хватились потерявшегося друга. Резкое изменение температуры и рыбакам полный вперёд на льдинах, в моря и океаны. Сбегайте, лёд пошёл! А-а-а! А-а-а! Да погоди! Дрейфующий пингвин! Судя по одежде, мужчина на льдине пытается доплыть до Африки, как в мультике про мамонтёнка. Плыву я сквозь волны и ветер, В единственной маме на свете. План-перехват. Сотрудники МЧС, по счастью, оказавшиеся рядом, изо всех сил гребут к уплывающему танцполу изо льда. Это кто? А лёд в тумане Руки скинул до небес Это мой сосед в пучине Вызывайте МЧС Ледяной плот с рыбаком на борту течение несёт по реке. Звонить в МЧС уже поздно. Наверное, за лесом треснулся, наверное, поплыл. Он что, тут-туп? Он проплыть решил. Зря переживали зрители на мосту. Мужчина и не думал звать на помощь. На льдину залез ради развлечения и предусмотрительно захватил с собой длинную доску, чтобы пристать к берегу. Что, мозгов нет вообще? Смотри. Молодец! Теоретически рыбаки могут до бесконечности развлекаться звонками в МЧС. То есть спасатели приезжают, достают из ледяной воды потерпевшего и передают медикам. Через полчаса он может снова пойти на то же место и утонуть. Его спасут и во второй, и третий раз. И даже не выпишут счёт за оказанные услуги. Сказать, что они не понимают данной ситуации, это очень неправильно было. Потому что, конечно же, они знают, куда идут. Но, тем не менее, отвлечь их от этого мероприятия довольно-таки сложно. Постоянно одни и те же лица, можно сказать, как бы из того региона, района проживания встречаются в тех же местах. Батья, нормально? Нормально всё? А? Нормально, говорю, всё? А-а-а! Рыбачишь? А-а-а! Давай, рыбачь. Клюёт хоть? Ага. Несколько раз в день спасатели замеряют толщину льда. Относительная надёжность от 7 сантиметров. Тёмный лёд непрочный. Безопасный с зеленоватым оттенком. Эти правила выживания неведомы разве что детям. А нифига не сломаются там. Слышно. 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 Слышно, давай. Ну, давай. Там сломаются. Слышно. Самой большой группой риска, я бы всё-таки назвал, это дети. Наше будущее, конечно. Тем не менее, уже в этом году четверо детишек у нас, в общем-то, провалившись под лёд, лишились жизни. Кола со льдом опасна для жизни, предупреждают спасатели, работающие на реке с названием «Напитка». Находится она в Мурманской области. В проруби спасатели ищут тело семилетней девочки, которая провалилась под лёд накануне. Сторож лодочной станции видел, как девочка ступила на лёд. Он бросился к ней, но не успел. Оставалось только позвонить в МЧС и родителям. За детьми глаз да глаз, особенно во время пробуждения рек после зимней спячки. Семилетняя Люба Шастина пропала в самом начале весны. Её по всей стране искали полицейские и волонтёры. А нашли водолазы в родном Серове, подо льдом речки Каквы. Спасибо, конечно, тем, кто помогал. Не осуждаю тех, кто меня осуждал, потому что не была в такой ситуации. Никогда не думала, что меня казнёт. Что ещё сказать? Маленькому внуку Любови Ступаковой никто не пришёл на помощь. Мальчик утонул на глазах рыбаков. Видели рыбаки, видели люди, которые работали. Они побоялись за свою жизнь рыбаки, потому что вес тяжёлый. Мы ничем не могли помочь. Отважнее взрослых рыбаков оказалась первоклассница Аня Бугаева из Ставрополья. Девочка, не раздумывая, бросилась на помощь двум своим сверстникам, провалившимся под лёд, и сумела их спасти. Они были тяжёлые, но я их вытащила. И не пошла взрослых звать, потому что я знала, что они утонут. Сколько детям ни говори, что со льдом шутить опасно, не поверят, пока не нырнут. И подростки не исключение. Но чего ждать от подростков, если и взрослые порой бывают упрямее самых маленьких детей? Стремление выглядеть крутым притупляет чувство страха. Друзья умоляли его не делать этого, но понты дороже денег. Фигурное катание на дорогом ленд-крузере. Крутой разворот на полной скорости, и лёд крещит под колёсами внедорожника. Мотор глуши! Вытаскивай! Павший в шок лихач, точно капитан корабля, отказывается покидать тонущий автомобиль. Друг бросает ему спасательный кросс и помогает забраться на поверхность льда. Ну нормально. Молчаливым взглядом водитель провожает исчезающий ленд-крузер. Но что такое тонущие шесть миллионов по сравнению со спасённой человеческой жизнью? По тонкому льду Байкала молодой человек решил прокатить свою семью. Безрассудный смельчак погиб, помогая выбраться родителям из салона тонущей машины. Мать твою жизнь! Мой мужчина! Мой не вовсе, скорее! Путь через реку или озеро всегда короче, чем по трассе. Но короче не значит быстрее. Безопасная толщина льда для легковых машин 15 сантиметров, для внедорожников 20, а для грузовиков 25 при скорости 20 километров в час. А-а-а! Ой, блядь, куда-то мы въехали! Сегодня уже шестая машина. Все едут, как я не знаю, по лужам, пробили майну, и все как заводные в одну и ту же дырку ныряют. Наискосок, как угодно. Ну, хоть бы вышли, посмотрели. Там же вот дальше место в два раза уже хотя бы проскочить. Нет вот по такой ширине. Вот всё. Утопленников, безусловно, было бы меньше, если бы правила соблюдались. Но ограничение скорости для наших людей смерти подобное. Утопленная машина и ангина стали для этого молодого человека весомыми аргументами в пользу рыбалки только летом. Отходи! А этому рыбаку казалось, что он всех перехитрил, когда придумал ездить по ледяной реке на велосипеде. Но изобретение потерпело провал. Иди, Мат! Уходи, Мат! Не выходить на лёд, не бегать по льду во время оттепеля и в случае трещины передвигаться ползком. Советы спасателей, если к ним прислушаться, возможно, и сделают рыбалку безопаснее. Но не стоит забывать, что зимняя рыбалка – развлечение на краю ледяной бездны.